Продолжение следует... ...без редактирования в том виде, в котором они были. Машина 2002 года, пробег 100 тысяч километров, 12-клапанная. Решил почистить инжектор, купил какой-то американский очиститель. Солил его сегодня в бак, заправился, проехал 30 километров, и машина стала дергаться на малых оборотах и замилил чек. Ну, имеется в виду чек-инжек, проверить двигатель. В инструкции было написано, что это баночка на 60 литров бензина. Я заправил 30 и выливал всю. Может из-за этого. Накануне сдуру залился 92-м Татнефть. Проблема в топливе, как я понимаю, присадки не лью принципиально. То есть, понимаете, люди льют бензин и понятия не имеют, что они вообще заливают себе в баке. Еще одно такое высказывание. Я никогда никакой химией не заливаю бензин, это для лохов. Ну, вот так вот человек считает лохами все, кто заливает вообще в принципе бензин и в баке. Кстати, насчет присадок у бензина, тем более в 95-м, да и тем более очищающих, что-то мне в это не верится. Ведь 95-й и есть сам жидкая присадка 92-го. Представляете, вот 95-й бензин, оказывается, это жидкая присадка 92-го. Сам я лью химию и другими советую. Так что повторюсь, подавляющее большинство наших автовладельцев понятия не имеет, на каком бензине или дистопливе они ездят. Что они заливают вместе с бензином? Какие содержатся в нем октаноповышающие компоненты, они же присадки? И как эти самые присадки или компоненты действуют в движках? Зачем они вообще нужны, а забегая вперед, скажем так, необходимы любому двигателю? Без них никуда. И что именно приходится учитывать и знать, когда вы заливаете тот или иной бензин той или иной марки? Друзья, так что такое присадки? Что именно относится к присадкам? Присадка или additive, есть такой английский термин, который переводится как добавка, присадка, примесь. Присадка или добавка – это вещество, препарат, которое присаживает, то есть гасит, успокаивает, стабилизирует, не дает развиваться стихийным, неконтролируемым процессом горения, детонации в топливе и вообще в химических реакциях. Поэтому к присадкам относятся прежде всего антидетонаторы, то есть препараты, направленные против возникновения детонации. Так а зачем они нужны? Зачем их добавляет товарный бензин всех, без исключения марок, но в разной пропорции и разного происхождения? Дело вот в чем. Современные двигатели, характеризующиеся высокими степенями сжатия, предъявляют очень жесткие требования к антидетонационной стойкости топлива. При использовании бензинов, не удовлетворяющих этому требованию, наблюдается детонация, взрывное воспламенение бензовоздушной смеси, происходящее раньше, чем до нее дойдет фронт пламени от свечи зажигания. Октановое число. Что представляет собой октановое число и на что оно влияет? Многие себе это плохо представляют. Давайте разберемся. Октановое число является фактически уровнем детонации, когда бензин начинает самовосклоняться без искры от свечи зажигания и взрываться в камере сгорания авто. То есть происходит такой взрывной характер горения. Топливо не столько горит, сколько взрывается. Причем в разных частях камеры сгорания. Вы понимаете, что когда поршень поднимается в лишнюю мертвую точку, а навстречу ему идет взрывной характер, естественно, вот эти силы противодействуют, и поршень, поднимаясь вверх, испытывает значительную нагрузку на свой рабочий ход. Низкое октановое число, которое не подходит именно для этого данного автомобиля, создает очень много проблем в двигателях, приводит к появлению вот такого негативного эффекта, как детонация. То есть к стихийному, неконтролируемому и взрывному горению смеси цилиндров. Для определения октанового числа бензинов проводятся испытания на моторных стендах установках типа УИД-85 и УИД-85М в соответствии с ГОСТ-511 по октановому числу моторным методом и ГОСТ-8226 по октановому числу исследовательским методом. В фильме втором о бензинах я уже частично показывал, какие именно присадки применяются в нашей стране, в товарных марочных бензинах, и упоминал самые главные и распространенные из них, то есть самые широко применяемые. Давайте поговорим о них подробнее. Монометиланилин. Сегодня в России уже никого не интересуют ортодоксальные традиционные методы производства высокооктанового бензина. Самая высокоэффективная топливная присадка на сегодня – это монометиланилин или ММА. Смешав данную присадку с примагонным бензином, на выходе изготовителя получают бензин с заданным октановым числом. Ну, например, ММА позволяет получить бензин нормальный 80 и регуляр 92, то есть 80 и 92 бензин непосредственно из примагонного бензина без добавления дополнительных присадок и октанового повышающих компонентов. То есть, понимаете, берется обычный примагон, добавляется ММА и вы получаете вполне нормальный, соответствующий российскому ГОСТу, либо 80, либо регуляр 92, а чуть дальше вы поймете, что можно производить и 95, и 98 таким методом. При этом полученный бензин полностью соответствует ГОСТу России. А при добавлении смеси монометиланилина и МТБ метилпредбутивного эфира прямо в примагонный бензин получают бензин в качестве премиум 95. Вот откуда, собственно говоря, и берется премиум 95, который вы заливаете себе в баке. Вот уже много лет, с 1996 года и по прогнозам до 2016 года, топливная присадка монометиланилин сертифицирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации и СНГ. Вообще в России по требованию ГОСТа в бензины полагается водить не более 1,3% ММА. Но, повторюсь, а кто проверит каждую партию бензина и у каждого поставщика? Чаще всего его применяют в концентрации 1,5-2,5%. В этом случае монометиланилин увеличивает оттановое число примагонного бензина в среднем на 6-8 пунктов, то есть на 6-8 единиц, а полученного реформингом до 10-11 пунктов, до 10-11 единиц, в зависимости от фракционного состава исходного топлива. По технико-экономическим расчетам нефтяных компаний, использование монометиланилина экономически более выгодно, чем использование МТБ, метилтретбутилового эфира. Экономия средств в этом случае достигает 30%, в связи со следующими факторами в сравнении с МТБ. Во-первых, монометиланилин более эффективен, получается значительная экономия при доставке за счет сокращения транспортных издержек. Это связано с тем, что 1 литр ММА заменяет 6-8 литров МТБ, метилтретбутилового эфира. Смешение осуществляется с помощью насоса в резервуаре путем двукратной циркуляции смеси монометиланилина и бензиновой фракции. То есть просто на кольцо насосом перемешивается в цистерне и получается готовый товарный бензин. Так что такое ММА или N-метиланилин, как он называется в международной классификации? По своей химической природе это вторичный амин. Маслянистая прозрачная жидкость желтого цвета, темнеющая под воздействием кислорода воздуха до светло-коричневого, с неприятным таким выраженным стойким запахом ароматических соединений. Но если говорить точнее, то иногда говорят, что он пахнет полынью. Такой горьковатый своеобразный запах, который исходит от бензина, когда вы заправляетесь. То есть вот такими нехитрыми способами, нехитрым таким путем можно определить, какой вы бензин заливаете в бак. Если пахнет чем-то похожим на ацетон, запах бензина имеет запах похожий на ацетон, то это метилтретбутиловый эфир. Если запах немножко горьковатый, такой действительно напоминает запах полыни, то это ММА – монометиланилин. Синоним его – экстролин, кселидин и в международное название – N-метиланилин. Международный каталожный номер – КАС-100-61-8. Монометиланилин производится в России, Китае, Пакистане, а также на базе крупнейшего химического концерна Aarti Industries Limited, Индия. И ввозится, соответственно, в Россию в больших объемах. Цена индийского ММА, например, 95 рублей за 1 кг. Производится ММА – монометиланилин. И в России, преимущественно на двух крупных предприятиях – ОАО «Волжский оргсинтез» и ОАО «Пигмент» – город Тамбов. Несмотря на то, что объемы производства ММА в России постоянно растут, и только за 2010-2011 годы они увеличились более чем на 35%, пока собственное производство не может удовлетворить весь спрос на эту присадку, что говорит о ее эффективности и большой популярности у потребителей. Поэтому идет большой импорт монометиланилина в России, в основном из Китая и Индии. Волжский оргсинтез производит монометиланилин с 1996 года. То есть выпускает около 17% всех производимых в России октаноповышающих добавок. Объем производства составляет 4500 тонн N-метиланилина в месяц. А кто же является основными потребителями производимых волжским оргсинтезом присадок ММА для производства бензинов? Да практически все группные НПЗ России. Хабаровский НПЗ, Ачинский НПЗ, Ангарская нефтехимическая компания, Нижнекамский НПЗ, Саратовский НПЗ, Кичуйский НПЗ, Татнефть, Сызранский НПЗ, крупная нефтебаза в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также Булгария, Петролиум Рефинерии, НПЗ Болгария, потребители из СНГ, НПЗ нефтехимик Прикарпатия Украина, НПЗ Драгопыч Украина, Херсонский НПЗ, Одесский НПЗ, Щебелинский ГПЗ Украина, Атырауский НПЗ Казахстан, Шемкенский НПЗ Казахстан, Джалалабадский НПЗ Кыргызстан. Если сравнить ММА с метилтретбутиловым эфиром НТБ, то окажется, что метиланилина требуется примерно в 7 раз меньше для придания необходимых слоев бензину. Именно благодаря этому НПЗ и нефтебаза сокращают расходы на транспортировку присадок при производстве бензина примерно на треть. Сочетая ММА с металлосодержащими присадками, тем же цимантреном, КВ-мотор, железосодержащими присадками, производители получают бензин класса премиум 95. Антидетонаторы на основе соединения марганца и железа, ферроцент, цимантрен и производные железосодержащих присадок гораздо менее токсичны, чем анилиновые производные, та же присадка ММА и тот же НТБ, метилтретбутиловый эфир. Но присутствие в бензине железосодержащих и марганцевых присадок в большой дозировке 32 мг на литр, 18 мг на литр, вплоть до 4-5 мг на литр, приводит к образованию отложений оксидов марганца и железа на стенках камеры сгорания, на тарелках клапанов и сычаг зажигания. Согласно исследованию, проведенному Роснефтью, использование монометиланилина не влияет на экологические характеристики бензинов и содержание оксидов азота в выхлопных газах. Компания Роснефть не планирует ограничивать свою деятельность в производстве топливных присадок без достаточных на то основания. Кстати, следует заметить, что компания Роснефть является явным аутсайдером по переоснащению и модернизации своего производства, несмотря на то, что она является государственной компанией. Но вы понимаете, что государственная компания это только на бумаге. Применение на российском рынке присадки ММА позволило отказаться от использования свинца, то есть тетрадьего свинца в России, который применялся у нас вплоть до 2003 года. Сейчас правительство продлило использование ММА до введения Евро-5, то есть до 2016 года. Но НПЗ и нефтехимики очень надеются, что благодаря их аргументам дальнейшее использование присадки будет разрешено. Оксигенаты. Кроме монометиланилина в качестве высокооктановых компонентов производства бензинов, последние годы самым активным образом применяют оксигенаты. Сегодня в нашей стране это метилтретбутиловый эфир, прежде всего, который выпускается в больших количествах нефтехимическими комбинатами на НПЗ России. Что позволяет эта высокооктановая присадка, хотя ее производители упорно называют НПБ высокооктановым компонентом бензинов. Он позволяет заменить такое же эквивалентное количество тулуола. То есть 15% третбутилового эфира полностью заменяет нежелательную ароматику, те же 15% тулуола. Но есть и более крутые способы повышения октанового числа с помощью присадки. Это введение в состав бензина всего 1% Н-метиланилина, которое эквивалентно уже 10-12% тулуола. Проблема состоит в том, что монометиланилин и МТБ в принципе являются ядами. В связи с этим использование метилтретбутилового эфира как высокооктановой добавки, а если называть вещи своими именами, то присадки к бензинам еще с 2007 года было запрещено в США. Там его решено было заменять этанолом, являющейся популярной добавкой к бензинам во всем мире. Но и здесь не обошлось без проблем. По итогам 2012 года и уже половины 2013 года Америка сейчас находится, можно сказать, в шоке от этих полуторагодичных результатов применения этанола в смесях с бензинами. Об этом уже упоминалось в фильме первом про бензины. В России применение этанола для этих целей вообще, мягко говоря, сомнительно в силу того, что он является составной частью водки. На каждую тонну автомобильного бензина приходится 148-150 кг присадки НТБ. Кроме того, значительные объемы НТБ российскими нефтехимиками экспортируются в Польшу, Нидерланды и на Украину. Кстати, наши белорусские братья давно отказались от применения НТБ в своих бензинах. Поэтому на заправках в Беларуси запах ацетона от бензина, который вы заливаете в бак, вы не почувствуете. Вслед за Америкой и белорусский рынок отказался от использования этой эфирной присадки. Максимальное, законодательно разрешенное содержание НТБ в бензинах Европейского Союза до 8%. В Польше до 5%, а в России до 15%. При этом он заявлен как якобы не токсичный, но менее теплотворный высокооктановый компонент и как оксигенат, носитель кислорода. Такой бензин имеет голубоватый оттенок и имеет запах, напоминающий ацетон. Но я уже об этом говорил. Кстати, многие автовладельцы так и решили, что мотоацетон добавляет бензин. Нет, друзья. Это обывательские заблуждения, которые раздули некоторые непрофессиональные журналисты. НТБ – это не ацетон и ацетон в бензинах нет. Для справки. Метилтритбутиловый эфир – это беседная жидкость с эфирным запахом. Растворим датаноли в диетиловом эфире. Плохо, но растворим в воде 4,6% при 20 градусах Цельсия. Является гигроскопичным веществом. Он впитывает влагу, и эту влагу он вносит из бензина, в состав бензинов. И это его самый главный недостаток. То есть происходит такое искусственное обводнение вашего бензина, вашего топлива в баке. Только за счет того, что эфиры являются гигроскопичными по своей природе. Кстати, знаете ли вы, что в Лукоиле считают, что нефтяникам выгоднее использовать МТБ, поскольку цены на российские ММА, то есть монометиланилин, крайне высоки. И он действительно ощутимо дороже индийского и китайского. Теперь давайте рассмотрим, какие же отрицательные стороны и негатив имеют вот эти две самые главные присадки на российском рынке. Какие отрицательные и негативные стороны есть у ММА? Монометиланилин. Первое. Согласно паспорту безопасности завода Волжский Оргсинтез, ММА является высокоопасным для организма человекопродуктом. При горении выделяют опасные вещества. При высоких температурах пары ММА могут образовываться воздухом взрывоопасной смеси. В случае утечки или просто длительного применения этой присадки потребитель рискует получить тяжелое отравление кровью и поражение нервной системы. По мнению экспертов общественно-экологической организации «Зеленая волна», период восстановления экосистемы в случае несоблюдения техники безопасности при обращении с ММА составляет 30 лет. При контакте с окружающей средой монометиланилин трансформируется с образованием окислов азота, амина, фенола и бензола, что отрицательно сказывается на атмосфере почвы и водоемах. В малой концентрации, то есть в той, в которой он по ГОСТу должен применяться в бензинах, то есть до 1,3%, он почти безвреден для мотора. Вот ключевое слово «почти безвреден». Но более высокое содержание приводит к резкому повышению образования нагара. А еще ММА является так называемой потенциальной смолой, то есть возникающие при сильной передозировке ММА-отложения могут привести к зависанию клапанов. Вдобавок ко всему, ММА, подобно свинцовым присадкам, относится к категории ядов. То есть вы понимаете, о чем речь, да? Стоит только превысить слегка эту дозировку 1,3%, и идет резкое осмоление всего топлива, идет резкое отложение нагаров, смолистых всевозможных шлаковых отложений внутри камер сгорания. Примеси к ММА влияют на смолообразование в бензинах при их хранении. Компания «Промникель» провела исследование по поиску причин осмоления бензина в каталитического крекинга. По итогам исследования, продукт, который содержал ММА с массовой долей анилина 0,4%, показал активный подъем смолы. Компания приняла решение работать с присадками ММА индийского производства в связи с тем, что наличие примесей у зарубежных производителей гораздо меньше, чем в российском. Поиску ММА российского производства на порядок больше имеет примесей и, скажем так, не выгоден производителям из-за своей излишне высокой цены. Какие отрицательные стороны, недостатки и негатив есть у МТБ метил-3-бутилового эфира? 1. Более низко, чем у углеводородов, теплота сгорания, то есть 35200 кГ и способность растворяться в воде. Хотя и в небольшой концентрации, как указывается, до 4,8 г в 100 г воды. Достаточно высокая растворимость в воде. Это и приводит к тому, что он является гигроскопичным, то есть впитывающим влагу и обводняющим искусственный бензин. При испытаниях отмечено, что применение МТБ ведет к незначительному увеличению расхода бензина. Вот это интересно тоже. Применение присадки ведет к незначительному увеличению расхода бензина. МТБ имеет относительно низкую температуру кипения, 55 градусов Цельсия, и повышенное давление насыщенных порог. Эта его особенность препятствует его применению в летний период в связи с требованиями по испаряемости. По этой самой причине, кстати, в том числе, его не используют в страны с жарким и теплым средиземноморским климатом. Вот именно из-за того, что он при летней жаре, уже чуть выше 28 градусов Цельсия, он начинает активно испаряться из бензина, из состава топлива, тем самым приводит к падению октанового числа. Вот задумайтесь, вам это нужно? Вот мне лично не нужно. Я заправляюсь с бензином на луколе, который содержит МТБ. Он испаряется, и октановое число вместо 95 единиц превращается в 92, там, в 90 единиц. Не за горами детонации, понимаете? Среди оксигенатов МТБ самый распространенный, имеющий, однако, существенный недостаток. Он очень плохо биоразлагается, имеет склонность накапливаться в грунте и высокорасворимых с воде. По этим самым причинам в ряде европейских стран и в США его потребление запрещено. То, что они имеют слабые пусковые свойства, это полбеды. Главное, они негативно влияют на процесс смазки двигателя, а следовательно вызывают повышенный износ цилиндропоршневой группы и уменьшают ресурс двигателя. Дело в том, что спирты и эфиры обладают такими же моющими свойствами, как и вода, то есть гидрофильные свойства. Не сгоревшие капельки спирта или эфира конденсируются на стенках цилиндра, и к тому же продуктом сгорания является и сама вода в виде перегретого пара. Общий объем европейского рынка топливных просадок оценивается в 10 миллиардов долларов. Но ключевой тенденцией Европы является активное замещение МТБ на этил-трет-бутиловый эфир и на томэ-трет-амил-метиловый эфир, несмотря на их более высокую стоимость и сложность в производстве. Полностью от выпуска МТБ отказались США, Испания, которая перешла полностью на трет-амил-метиловый эфир, Португалия, Франция, Финляндия также используют трет-амил-метиловый эфир, Германия практически полностью перешла на этил-трет-бутиловый эфир, В Италии, Великобритании и странах Восточной Европы, Польши в частности, до сих пор производится и применяется в основном МТБ. Но в Польше не производится, они импортируют его из России. Почему в Италии? Потому что в Италии, собственно говоря, с 1973 года работают установки, это целая индустрия, и отказаться они, естественно, не могут, потому что слишком много завязано на производстве МТБ в Италии, поэтому Италия единственная из средиземноморских стран, которые потребляют до сих пор МТБ. Но, кстати, потребляют они в гораздо меньшем процентном соотношении, чем в России, по-моему, до 6%. Так почему же наши отечественные заводы так активно стали использовать МТБ? Технология производства самого МТБ, его получения как присадки компонента, чрезвычайно проста. Его получают всего в одну стадию, присоединяя метиловый спирт к изобутилену. При этом не требуется ни высоких температур, ни высоких давлений. Реакцию осуществляют на специальном катализаторе. Чаще всего в качестве катализатора используются ионообменные смолы. Наибольшее применение в производстве МТБ нашли в фракции пиролиза и каталитического крикинга. Вот поэтому установка каталитического крикинга и получается путем добавления метанола. А установки каталитического крикинга в принципе в достаточном количестве находятся у всех наших МПЗ. Поэтому производство МТБ для них проще всего, чем осваивать алкелирование, изомеризацию, заморачиваться с производством получения изопентана. Гораздо проще производить на установку каталитического крикинга МТБ и добавлять его в наш с вами бензин, который мы активно используем. МТБ не является стабильным продуктом и у него быстро падает октановое число, в отличие от того же ММА, монометилонилина, а также были отмечены неоднократные случаи отравления парами продукта. А какой же негатив есть под применение присадок? Присадки для бензинов снижают скорость сгорания топлива, а значит этот процесс становится более длительным. И топливо просто не успевает сгорать полностью. Октанбустеры и октанкорректоры. Друзья, давайте посмотрим слайд с результатами теста октанбустеров, октанкорректоров, который проводили в США на базе ежегодного экспо-выставки конкурса в Лас-Вегасе в 2005 году. Участники довольно известной и широко рассержированной в Америке производителя октанбустеров. Супер 104 октанбуст, СТП, Престан, Турбо 108, Перформанс Буст, Макс Перформанс, Нос октанбустер и Динотаб. Динотаб самый раскрученный и самый известный и популярный в Америке на сегодня. Почему? Потому что он позволяет действительно скорректировать октановое число бензинов и восполнить слегка октановое число в бензинах, которых активно сегодня применяется этанольная смесь, этанолгазолин. Этанольная смесь также подвержена обводнению, то есть имеет склонность накапливать воду в бензине, так как они гигроскопичны, так же как и эфиры. Может быть и в меньшей степени, чем МТБ, метилтрибутиловый фирм, но все же имеет эту негативную сторону. Это приводит к очень активному расслоению топлива на слои, фракции, причем там спирт этанола оказывается внизу этой смеси. На роликах американцев, которые они размещают в Ютубе, это очень хорошо наглядно показано. В первом фильме я вам показал маленький фрагмент вот такого ролика, где специалисты одной крупной компании американской показывают, как расслаивается этанол, этанольная смесь. Так вот, здесь показано, что Динатаб в 2005 году стал победителем этого теста конкурса среди октан-корректоров, так как в отличие от большинства таких препаратов, он действительно прибавляет октановые единицы на обещанные там 1,7-2 пункта. Пускай вас не смущает то, что здесь указано там плюс 10, плюс 17 единиц, на самом деле, учитывая американскую градацию, следует понимать эти показатели в пересчете, как плюс 1 единица, плюс 1,7 единиц октановых чисел. Другие участники либо поднимают октановое число топлива максимум на 0,4 единицы пункта, а некоторые, как Performance Boost, вообще никак все не проявляют и не влияют на октановый показатель топлива. Это, кстати, очень характерно для всех октан-бустеров, октан-корректоров. Так вот, по результатам тестов журнала «За рулем» и авторевью там и прочих автомобильных журналов наших российских, которые неоднократно уже проводили тест вот таких октан-бустеров, октан-корректоров, которые называют присадками, тех, что очень распространены в наших автомагазинах и на авторынках. Вот все результаты этих тестов показывают их очень маленькую эффективность. Там буквально отдельные только бустеры, пожалуй, от компании Liqui Moly и еще там от одной американской компании, я уже не помню название, которые действительно дают увеличение октанового числа на какие-то там одну-две единицы, не больше. Остальные практически никак все не проявляют, то есть они абсолютно бесполезны в этом плане. Мало того, они содержат достаточно большой процент либо ферроцена, либо марганца. И подавляющее большинство октан-корректоров и октан-бустеров всевозможных присадок содержит именно ферроцена. В этом плане, потому что ферроцена является носителем оксида железа при сгорании, то есть при сгорании образуется оксид железа трехвалентная форма. И наши российские, и иностранные, они все, как правило, содержат либо ферроцена, либо марганец. Но в такой концентрации, что октанового числа не добавляют, а в то же время эта концентрация позволяет образовываться оксиду железа и оксиду марганца в большом налете на внутренних часах двигателя, на свечах зажигания, что, в общем-то, не есть хорошо. Мы об этом чуть дальше поговорим на примере ферроценыовых препаратов и ферроценыовых октан-бустеров. Так что, как бы ни считали, не относили октан-корректоры и к присадкам, толку от них в плане повышения именно детонационной стойкости топлива совсем чуть-чуть, а чаще всего вообще никакой. И путать или относить эти препараты к действительно реально работающим присадкам, таким монстрам, как монометилознилин или МПБ, которые и применяются в наших бензинах очень активным образом уже с десяток лет, если не больше. Просто глупо и совершенно неправильно. То есть, я хотел вам показать, что это не присадки, это всего лишь добавки, такие вот, или примеси, если переводить правильно слово «editive» английское, которые, собственно говоря, не решают абсолютно проблемы сгорания топлива. В лучшем случае они там добавляют одну-две единицы. Когда это, в каких случаях это полезно? Ну, допустим, если вы заправились 95-м или 98-м бензином с высоким содержанием МТБ, метилтритбутилового эфира, а он под воздействием жары, под воздействием высокой температуры на улице испарился, и ваш бензин просто потерял октановые числа. Вот хорошо, если он потерял одну-две единицы, и вот таким образом, там, применяя препараты от ликвимоли, допустим, можно чуть-чуть повысить это октановое число. Но на самом деле они абсолютно бесполезны. Этим и отличаются октан-корректоры от действительно присадок. И это для себя надо чутко понимать. Какие выводы можно из всего этого сделать? Первое. Самой востребованной и активно используемой присадкой в большинстве отечественных бензинов является монометиланилин ММА. Второе. Второй по объему применения присадка является МТБ, метилтритбутиловый эфир. Третье. В регионах и удаленных районах страны все еще можно попасть на бензин с октаноповышающими присадками цимантрен с содержанием до 20% марганца и ферроцент с содержанием железа на уровне 30%. Бензин без присадок в принципе не может существовать сегодня на нашем российском рынке. И ни одна из используемых у нас присадок не является абсолютно не ядовитой. Все они принадлежат к различным классам токсичности. Внимание! Все моющие присадки бензина, Экто, Ультимейт и другие, включают в свой состав растворителей, масел, смол, а также присадки, разработанные для удаления осадка и углеродистых отложений из двигателя, прежде всего из топливопровода, форсунок инжектора и камеры с горами. Но фактически все эти добавки и присадки на 80% состоят из керосина, включают в свой состав ацетон, изопропанолок, силол и спирты. Как вы думаете, моющие присадки удаляют и растворяют только то, что нужно? Или все подряд? В том числе и защитный антифрикционный масовый слой внутри цилиндров. Тот самый слой, который защищает трущиеся пары, то есть поршневые кольца, стенки цилиндра. В результате такой мойки, чистки всего подряд, проявляется контакт металл по металлу. Как взаимодействовать с присадками InveraTabs? Invera отлично работает в бензинах, имеющих в составе как МТБ, метилтридбутиловый эфир, так и монометиланилин. Это его отличительная особенность. В отличие от препаратов на основе ферроцена, а тем более ферроценовых октан-бустеров, Invera по химическому составу полностью совместим с этими активными и мощными присадками. InveraTabs, являясь стабилизатором бензинов, подстраховывает присадки антидетонаторы, подстраховывает от потери октанового числа. Это очень важно, так как МТБ реально, испаряясь, приводит к снижению детонационной стойкости бензинов. Кроме того, окислительные процессы в бензинах при перевозке и хранении могут приводить к потере октановых чисел до 5 единиц, что очень негативно сказывается на работе моторов. И надеяться на то, что ЭБУ, электронный блок управления и работа датчиков детонации, датчика неровной дороги и лямбда-зондов скорректируют угол опережения зажигания и предотвратить детонацию, при такой большой возможной недостаче октанового числа не приходится. Invera успешно решает эту проблему и позволяет использовать бензин с октановым числом на ступень ниже, чем требуется вашему автомобилю. Субтитры сделал DimaTorzok